Продолжение следует... И вдруг один из учеников, который стоял рядом с ним, оглянулся к дверям и крикнул «Толстый, толстый, иди сюда!» На что Равин Оербах заметил ему «Мой друг, разве ты не знаешь, что у евреев нельзя давать клички?» На что мальчик очень спокойно ответил, развея руками, тут все его так называют, все его так зовут. И на это Равин тоже ответил, развея руками. Но в гигеном, так по-еврейски называется ад, места хватит для всех нарушителей. И мальчик густо покраснел. Вот и вся история. Она учит нас двум вещам. Это иллюстрация к закону о том, что у евреев не дают кличек. Во-первых, кличкой можно обидеть другого человека. Во-вторых, иудаизм, еврейство очень щепетильно относятся к имени. Имя – вещь очень важная. Имя, так мы считаем, влияет на судьбу человека. И поэтому, давая кличку, мы можем каким-то образом повлиять, не дай бог, не в хорошую сторону, на судьбу того человека, которого мы сейчас обзываем. Но здесь есть еще и второй урок. Дело в том, что, как вы сейчас заметили, мальчик раздыл руками и говорит, все так здесь говорят. На что Раби Залман сказал, что когда ты будешь стоять перед судом и отвечать за все свои дела, поступки, слова, будешь отвечать ты за себя. И ты не сможешь сказать, все меня так научили, окружение, которое ты мне дал Всевышний, оно меня научило этому. Каждый отвечает за себя полностью. Не надо учиться у окружения плохому, надо учить наше окружение хорошему. Этот урок преподал нам Раб Шлома Залман Оербах. Редактор субтитров А.Семкин